Добрый день, меня зовут Ольга Придухина, я врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, являюсь автором книги «Как быстро забеременеть». И сегодня я бы хотела продолжить нашу историю, предыдущие видео о том, как развивается внутриутробно маленькая жизнь будущего человека. Действительно, время очень уникальное, потому что из небольшой клеточки, из маленького эмбриончика за всё это время проходит несколько этапов, больших этапов эмбриогенезов, развития. И мы получаем человечка, который в будущем уже рождается, имеет все функции, но совсем маленький. Для меня действительно это очень уникальное время, я всегда приравниваю его к такому чуду, что если я не клеточек, мы получаем человека. И этот процесс очень, конечно же, интересен, и эти видео как раз я посвящаю тем женщинам, которые уже изучают, будучи беременными, или просто изучают, готовясь к беременности, как же себя правильно вести, в какие недели что развиваются у плода. И вы действительно большие молодцы, потому что это очень и очень важно, потому что от того, как правильно будет развиваться ваш малыш, закладываться органы, зависит действительно очень и очень многое. Ну, давайте с вами начнем, безусловно, с того, что плод уже растет, да, еще больше, и вот на 8 неделях плод уже величиной с виноградинку, да, если вы смотрели предыдущее видео, там он был с семечка, да, с перчинку, там с зернышка, сейчас уже с виноградинку, да, то есть каждую недельку он прибавляет, 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 вес уже приблизительно 3 грамма, рост уже приблизительно до 20 миллиметров, да, это действительно такое очень уникальное время, уже у него активно бьется сердечко, да, и уже имеет четырехкамерную структуру, да, скоро на себя примет все функции жизнеобеспечения организма, и, конечно же, это действительно очень-очень важно. Как раз на 8 неделе у девочек женского пола активно уже формируются яичники, а у плодов мужского пола уже формируются яички, да, также продолжает развиваться лицевой череп, уже можно более отчетливо увидеть очертания глазок, носика, ротика, бровей, и действительно это очень-очень интересно. Активно уже можно увидеть верхние конечности, нижние конечности, хвостик практически исчез, да, уже у пузожителя, и активно формируется шея, да, а вместе с ней дыхательные пути, что тоже для нас крайне важно. Поэтому как раз-таки с этого срока уже четко можно будет определять, либо это будет плод мужского пола, да, либо плод как раз-таки женского пола, да. Также не забываем, что активно развивается мышечная система, костная система, и суставы, да, будущие появляются изгибы колен, локтей, плечей, и все органы ткани совершенствуются. Это действительно очень прекрасно, и нужно очень внимательно относиться к этому периоду, потому что небольшой сбой может серьезно повлиять на жизнеобеспечение, да, и на развитие многих органов и систем, и, конечно же, это крайне важно. Поэтому я всегда обращаю на это внимание. Какие же жалобы могут появиться у женщины, да, в данный период? Безусловно, это и тянущие боли внизу живота, да, потому что матка у нас с вами растет, и мышцы, связки также могут придавать вот такие незначительные тянущие боли, да, только незначительные тянущие. Если боли уже какие-то сильные, да, схваткообразные, вы увидели кровенистое выделение, то это огромный симптом, экстренно обратиться за гинекологической помощью, потому что это крайне важно, да, и нужно крайне успеть, да, помочь плоду, потому что у нас есть угроза выкидыша, да, принять все возможные меры. Затем, как же, то есть боли, да, также боли в животе, в спине, затем учащенное мочеиспускание также, да, не покидают женщину, и это, конечно, крайне важно, да, для нас. Затем токсикоз, все так же продолжает сопровождаться тошнотой и рвотой, сильное желание что-то съесть, да, конкретно что-то. Здесь мы уже видим женщин, которые, я хочу клубники, да, и муж едет и ищет клубнику, потому что она реально хочет клубники, да, происходит серьезный, мощнейший гормональный, гормональная перестройка, за счет чего возникают вот как раз такие экстравагантные жалобы. Также женщину беспокоит слабость, головокружение, перепады настроения, да, и перепады могут быть очень резкие, женщина то смеется, то плачет, да, как раз таки многие говорят, вот это ты вот как раз состояние беременности. Это не состояние беременности, это гормональная перестройка серьезная, да, то, что организм теперь работает на поддержании не одного организма, а двух, и, соответственно, такой же испытывает стресс и происходит такой серьезный гормональный спой. Если мы будем говорить про выделение, выделение остается по-прежнему слизистый, без цвета, без запаха, да, если вы увидите какие-либо аномальные выделения с цветом, запахом, да, плюс присоединяются кровянистые выделения, это нам говорит либо об инфекции, да, либо, если кровянистые выделения, о угрозе выкидыша или уже о свершившемся выкидыша, что также огромный повод обратиться за помощью гинекологу. Визуально животик не увеличен, да, увеличена только матка, в принципе, мы не можем увидеть, да, что женщина вот беременна как раз на 8 неделях, то есть такой скрытый, да, период беременности, знает обычно только женщина про него. Если уже, допустим, в 30, там, в 30 недель, там, в 20, да, 5 уже бывает не скрытым, но особенно к 30 неделям, то вот как раз 8 недель женщина еще активно скрывает, да, то, что беременна. Затем по УЗИ мы также можем увидеть плод в полости матки, можем сдать кровь на ХГЧ, можем сделать анализ мочи на беременность, да, но обычно уже все женщины прекрасно знают, что беременны в данный период, вот, и не возникает каких-либо вопросов. Соответственно, различные половые контакты, если нет никакой угрозы прерывания беременности, да, если нет повышенного тонуса матки, если гинеколог вам не запрещает, они также разрешены, безусловно, без каких-то тяжелых физических нагрузок, потому что период также для нас очень важен, я также рекомендую исключить физические нагрузки, серьезные стрессы, да, различные горячие ванны, сауны, бани, безусловно, и постараться максимально отдыхать, правильно питаться, не забывать про правильный витаминно-минеральный комплекс, да, который обогащен витаминами и минералами, потому что как ни сейчас особенно организму требуется большое количество витаминов и минералов для того, чтобы плод правильно развивался, соответственно, нам это просто необходимо, потому что организм плода, да, плод черпает это все из ресурсов женщины, а если у женщины самой практически, да, очень мало таких ресурсов, то вот здесь состоят не очень серьезные, да, и возникает дефицит, в том числе пороки различные плода, да, и в дальнейшем патологии. Поэтому правильно питаемся, гуляем, ограничиваем себя от стрессов, да, тяжелых физических нагрузок, и не забываем про витаминно-минеральные комплексы. А я вам желаю всего самого наилучшего, всех очень люблю, и увидимся в следующих видео.